Добрый вечер. Я Максим. В эфире программа День Люди События. Сегодня речь о событии 1 сентября. Открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок, Априлевский завод грампластинок. Производство граммофонных пластинок в России было налажено 1 сентября 1910 года, когда в подмосковном селе Априлевка открылась первая русская фабрика массы для граммофонных пластинок и их прессовки. Позднее она получила название Априлевский завод грампластинок. Завод построили два немецких предпринимателя. В первый год было выпущено 400 тысяч граммофонных дисков под марками Метрополя Ричард. Они все разошлись по ярмаркам, базарам, магазинам и лавкам империи в считанной неделе. Их стали крутить на свадьбах и именинах, проводах, посиделках и чаепитиях, семейных вечерах. Огромные трубы граммофонов разносили русские народные песни, частушки, романсы, арии, марши. Первые пластинки имели два отверстия в центре и проигрывались от середины к краю. Затем диаметр постепенно увеличивался и даже достигал полуметра. Но столь внушительные габариты велик увеличению размеров граммофона. После революции был создан отдел советская пластинка. На пластинках тех лет красовалась ласточка, державшая в клюве нотный знак золотистого цвета. Она стала эмблемой Априлевского завода. Рассвет предприятия пришелся на советское время. В 1964 году в СССР была создана фирма граммзаписи «Мелодия», структуру которой вошел и Априлевский завод. В эпоху «Мелодия» на нем выпускалось до 60% всех производившихся в стране граммпластинок. После 1991 года структура «Мелодии», прежде всего централизованная система заказов и сбыта, стала разваливаться, а входящие в нее заводы граммзаписи получили неожиданную и, как оказалось, обременительную свободу. Спрос на пластинки начала резко снижаться, упала покупательная способность населения, сократилось производство проигрывателей, а на рынок вышла новая продукция, СД. В 1991 году, когда Априлевский завод выпустил около 33 миллионов пластинок, он уже работал в убыток. На сегодняшний день Априлевский завод не производит граммпластинки, последняя партия была выпущена в 1997 году. Пластинки стали частью истории, которую бережно хранит в Априлевке музея завода граммофонных пластинок. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok